В Центре общественных и международных связей администрации Щелковского района победители международных состязаний поделились своими впечатлениями от поездок. В Хемере спортивные мероприятия на скорость и выносливость проходили в парке Зауэрланд. Участники из Германии, Бельгии, Голландии и России должны были преодолеть 341 ступеньку к смотровой башне Юберг и далее пройти 125 ступенек внутри самой башни. Инструктор-методист Щелковской спортивной школы Павел Павлов показал отличный результат, но когда финишировал, вовремя не убрал ногу, на которой стоял датчик, и таким образом стал третьим в гонке среди мужчин. А тренер спортивной школы Ольга Тарантинова сумела подняться на заданную высоту за 3 минуты 2 секунды и стала победительницей. Вторая гонка заключалась в прохождении трассы с различными препятствиями. К сожалению, Павел не смог продолжить гонку из-за травмы, а Ольга отбежала за двоих и установила рекорд трассы. В итоге на счету наших спортсменов два золота, бронза и рекорд соревнований. Организация была просто на высшем уровне. Просто приезжаешь и реально хочется плакать. Ходишь по городу, это вообще просто чудо, конечно. И улицы, и когда мы ходили на экскурсии, на мельницы, это просто, конечно, как в раю. Очень душевный прием был, на самом деле. Массу впечатлений, наверное, за эти дни было приобретено просто куча. По самой гонке, что могу сказать, ну ничего не оставалось, кроме как показать, что мы сильны, что мы можем завоевывать места и на заграничных стартах, в том числе, в данном случае, в Хемере. Другая наша делегация участвовала в международном фестивале детской песни «Веселый ветер» в столице Словении – Любляне. Город цели в этой стране два года назад стал побратимом Щелкова. Две солистки вокальной студии «Гармония» Щелковского центра «Романтик» Александра Бурлаку и Ксения Давидовская заняли первые места, каждая в своей возрастной группе, а за исполнение дуэтом песни на славянском языке получили гран-при. В этом году участниками фестиваля в Любляне стали солисты и детские хоры из Словении, Хорватии, Италии и России. Главным условием конкурса является исполнение песни на русском языке, поскольку одной из задач фестиваля является знакомство детей и молодежи с русским языком и русской культурой. Мне понравился конкурс «Как дети пели». Мы даже не ожидали, что у нас будут такие хорошие результаты. Когда мы получили за дуэт первое место, мы думали, что уже хорошо. Потом нас пригласили, и мы, оказывается, на гальнике заняли гран-при. Конкурс очень разнообразный. Каждые участники, они пели по-своему, очень отличаются от нас. И все это звучало очень красиво. Мы даже не ожидали, что у нас будут такие результаты. Хотелось бы, конечно, но мы не думали об этом. И когда нам это вручили, мы это заметили. У нас был такой восторг. Это было что-то с удивлением и радостью. Конечно, поездка не могла обойтись без экскурсии в цели. Город по братим Щелково. Когда мы поехали в цель, у нас была экскурсия по городу. Мне очень понравилась экскурсия в гимназии. В цели нас встретили очень гостеприимно. Мы там ощущали себя очень уютно. Мы посетили очень много экскурсий. Нам все очень сильно понравилось. В следующем году ждем новых приглашений и готовимся к новым победам. Сергей Дадека, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». dadeя, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Полискар εм уже крово, телерадиокомпания «Щелково».